Эта тема животрепещущая для всех женщин, потому что многие женщины с этими сталкиваются. Я про женщины не говорю, кстати, женщины, когда алкоголизмом болеют, еще страшнее, чем мужчины. Тоже женщины выходят из этого состояния, есть такие случаи, но им хуже, чем мужчины. Почему мы об этом говорим? Потому что кто-то задал вопрос в комментарии про для алкоголиков. У нас такого, во-первых, не было состава чая для алкоголиков. Когда я говорю про алкоголизм, я всегда говорю, что есть способы восстановления человека от алкоголизма и избавления. Но эти составы я назвать не буду. Почему? Потому что все должны понимать одну важную вещь. Мы, люди, любим экспериментировать на себе и на своих родственниках. Я не понимаю, что иногда такие вещи могут не подходить для их мужа, потому что у него здоровье может не позволять. Или еще что-то. Поэтому любые такие вещи подбираются индивидуально, когда знаешь о здоровье человека. Выпить траву, это, конечно же, мало. Трава лишь только снимает токсикацию организма. Выводит токсины, которые вызывают желание выпить. И в них находятся те токсины, которые все время хотят, организм хочет их потребления. То есть ему необходимы эти токсины. И эти токсины должны попадать в его организм для того, чтобы получать расслабление. То есть нервная система ощущает расслабление, у нее нет напряжения, человек хорошо и так далее. А уже эта привычка вырабатывается. И чтобы вывести вот это количество токсинов, которое может это вызывать, созданы определенные сборы трав. Есть не только сборы трав, есть даже в аптеке продаются лекарственные препараты, которые стоят на натуральных основах и тоже так же действуют. Вообще, конечно, алкоголизм, это геккуление, это привычка, это токсикология. То есть это работает на уровне психологии. То есть человека надо лечить в мозгах. Или он сам должен захотеть избавиться от выпивки. Просто вот так вот, чтобы ему перестало хотеться пить. Нет. Организм всегда хочет вот этой расслабухи. Потому что мы живем в очень сложных ситуациях. И люди все в напряжении. У мужчин это один из способов расслабления. Женщины находят способы расслабления в других вещах. Да, женщине достаточно, допустим, посетить несколько магазинов, что-то себе прикупить, и она спокойно как удар. Иногда женщине просто достаточно ощущать себя в хорошем настроении, если она хорошо выглядит. И все, этого ей достаточно. Ей даже не надо идти выпить, там, покурить. А у мужчин это вот сложнее. Но каждый человек может научить себя ограничить в получении вот этого кайфа. Люди, которые много едят, да, у них ненасытность идет. Которые ожиревшие, они вот не могут, и они хотят есть, есть. У них организм просто заставляет, говорит, пихая в себя, впихая. Они даже не понимают ни вкуса, ничего. Им хочется вот это вот съесть. Им хочется сладкого, им хочется вкусного. Да, так же и с этим делом привыкает организм. И нервная система чувствует это. И она ей хорошо от этого. Поэтому вы должны что делать? Научиться свою нервную систему перенастроить. Не вы, а человек, который хочет бросить пить, там, допустим, да, но это маловероятно, потому что очень редко люди, когда хотят бросить пить, они бросают. Берут и бросают. И у них легко это получается. Если человек не хочет пить, ему бесполезно давать какие-то лекарства, бесполезно какие-то травы давать, он так и будет пить. У него уже на ловне желание, не желание, а инстинкта, что это нужно сделать. Это все зависит от самого человека. Как можно это изменить? Хорошая есть методика. Ой, забыла, как она называется. Есть очень хорошая методика. Там выход, 21 день, по-моему, выход из состояния. Даже здесь определенные наркологии, которые работают по этой методике, там в течение 21 дня человек должен просто менять условия жизни. То есть выйти из стресса. И при этом не допускать никакого стресса, никаких желаний выпить, расслабиться, туда-сюда. У него должно быть какое-то кайф. Люди иногда уезжают в отпуск. Кто-то уезжает за город, в лес, допустим, без алкоголя, без всего. И просто 21 день находятся где-нибудь там на берегу реки без всякого алкоголя. Ох, и ломка у многих бывает. Хочется выпить, некоторые срываются. Но если это выдержать, организм перенастраивается и идет по другому пути. Потом легче бороться уже с этими желаниями. Кто-то отвлекается, идет в церковь к Богу, обращается кто-то еще куда-то. Но нужно отвлечься от мира. То есть поменять свои принципы жизни. А если вы хотите своему человеку, близкому помочь, бросить пить, единственное, что вы можете сделать в этом случае только лишь, это изменить себя. Да, это смешно, но порой алкоголики не страдают так, как вы. Страдаете вы психологически от того, что человек пьет. Потому что вы его постоянно видите в таком состоянии, вас это раздражает. А раздражает, значит, вам плохо. То есть страдаете, в первую очередь, вы ему хорошо вообще всегда. Если вы скажете, что вам плохо и хочется, чтобы он изменился, ему, знаете, до фени это будет. Единственное, что нужно сделать, не провоцировать в нем желание еще больше пить. Надо просто единственное, как бы воспринимать более мягче. Конечно, это очень сложно. Для многих женщин это вообще очень тяжело. Есть один хороший способ, это чисто психологически. Человек должен с тем человеком, который пьет без всяких повышенных тонов, без всякого наезда, обвинения, поговорить и сказать, что мне плохо. Мне плохо от того, что ты пьешь. Буду помогать тебе вместе. Мы эту проблему решим. Вот есть способ человека перенастроить на правильный лад. Если вы это сумеете сделать, то ваша жизнь изменится. Единственное, что вы должны понять, что все будет зависеть от вас, а не от него. Если он, допустим, будет срываться или еще что-то, и вы будете его обвинять. А, вот ты вот не этот, это бесполезно. Тогда он будет специально это делать, и тогда у вас ничего не получится. Тут ваше терпение должно сработать. А знаете, откуда это происходит? Я как-то один раз слышала, у нас знакомых, есть люди, которые работают в наркологии. И вот как-то один раз мне врач их не сказал. Одну интересную вещь. Мы, говорит, когда начинаем лечить пациентов, мы лечим вместе с ними их родственников. Ну, в особенности, если это муж, то жену, сын, то и родители. И вот смотрите, какая интересная вещь он мне сказал. Родственники, ну, допустим, жена, да, у него муж пьет. А все начинается с чего? Вопрос. Все начинается с первого момента. Пришел, только поженились все молодые, да. Ведь когда они еще дружат, общаются, да, у них все хорошо. Они не выпивают, он старается, ну, как бы стесняется то, что он выпил, если, допустим, да. А тут свобода, тоже, как бы, мне жена терпит туда-сюда. Да, и вот тут есть один момент, что женщины терпят, долго терпят, думают, ай, да, он само пройдет. Это как болезнь. Ай, да, само пройдет, ай, да, само пройдет, а потом. И болезнь оказалась очень опасной или смертельной. Так же и в этом случае. Никогда не нужно терпеть. Первый звоночек сразу должна женщина или родители на ребенка обратить внимание и не просто поговорить, а на полном серьезе поговорить. С учетом того, что, да, может быть, даже в этот момент женщина может только одно сказать. Если ты еще раз придешь, выпьемся, я от тебя ухожу. Все. Без всяких вот. Не просто вот сказала, сделала. Пришел на следующий раз, выпьемся. Собрала манатки, ушла. Все. У человека есть выбор. То есть или он бросает пить, или он, как говорится, продолжает жизнь такую, какая ему нравится, но без вас. Вы в этом случае, выбор за вами такой. Или вы остаетесь с человеком, который будет продолжать пить, и будет ваша жизнь в аду. Или же вы даете ему понять, что он должен пить, бросить сразу же. Ну, то есть не то, что бросить. Можно даже поговорить на таком условии, что хорошо, если тебе есть желание выпить, ты можешь выпить, но делать ты это должен так, чтобы это не было так часто. Мы с тобой уже, муж и жена, ты должен понимать, что если мы идем с тобой вместе, то ты выпиваешь. Если, допустим, ты пошел один в гости, то выпить ты можешь только в том случае, если, как говорится, я забыла. А так, пожалуйста, будь любезен, воздержись от этого. Ну, нужно привести к тому, что нужно договариваться. По сути своей, все на авось приводит к тому, что вся жизнь потом на авось. Нужно изначально договариваться, чтобы не было этих вещей. Да, это так. И, кстати, этому должны правильно доносить родители. Родители должны объяснять девочке, мальчику о том. Даже папа должен объяснить своему сыну, что извини меня, сынок, если ты женишься, ты должен понимать, у тебя семья, развлекаловка должна быть ограничена. Ну, то есть состояние папы должен этому учить. Кстати, многие вещи идут от родителей. Вот если родители, как бы, такие вот часто выпивают, туда-сюда обычно в семьях это бывает, когда, знаете, даже с детьми праздники отмечают, маленькие дети видят, как родители отмечают праздники, выпивают, и все, и у них привычка вырабатывается, и это идет с поколения в поколение. Все изначально идет от начала. Все, что мы закладываем, мы закладываем в начале. Создаем семью, закладываем в начале. Ростим детей, закладываем в начале. Все идет оттуда. Осуждать нельзя. Почему? Потому что вот этому может быть подвергнут любой человек, абсолютно любой. Не важно. Некоторые скажут, ой, я вот никогда не пила и не пью. Это очень хорошо, что вы не пьете и так далее. Но это же не говорит, что все люди плохие, если человек выпил. Кстати, на праздники позволено выпивать, на то и не праздники. На постоянной основе, конечно, выпивать не очень правильно. Хотя, по сути, по правилам здоровья считается, что человек должен неделю хотя бы 100 грамм выпивать, потому что это очень хорошо влияет на его здоровье. Тем более мужчина, не женщина, а мужчина. Это хорошо влияет на его здоровье, потому что это для сосудов и так далее.